Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте! Сегодня мы проведем с вами итоговый урок по географии в пятом классе. Но это будет непростой урок. Это будет урок путешествия. И путешествовать мы с вами будем по станции. По станции топографической, математической, интеллектуальной, экологической, творческой, логической, дизайнерской и по станции почта. Отправляемся в путешествие. Первая станция топографическая. Вам нужно изобразить путь Ильи Муромца условными знаками. Илья Муромец сел на доброго коня и выехал из деревни. Проехав по грунтовой дороге мимо ветряной мельницы через поле, он выехал в смешанный лес. Узкая тропинка привела его на перепутье. Откуда направо шла грунтовая дорога, ведущая к дому лесника. Налево пешеходная тропа к болоту, а прямо улучшенная грунтовая дорога к роднику с живой водой. Чтобы выполнить это задание, вам нужно вспомнить тему план и карта и условные знаки. Тогда вы выполните это задание очень легко. У вас должен получиться подобный план. Следующая станция математическая. Если численный масштаб карты составляет 1 к 250 тысячам, то именованный будет, нужно выбрать правильный ответ. Для того, чтобы выполнить это задание, нужно вспомнить, как переводить метры в сантиметры и километры в метре. Верный ответ будет следующий. В одном сантиметре 2,5 километра. Следующее задание. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок длиной 2 сантиметра на картах различных масштабов? Первое 1 к 50 тысячам. Второе 1 к 500 тысячам. Третье 1 к 25 миллионам. Верным будет следующее. В первом варианте 1000 метров. Во втором 10 километров. В третьем 500 километров. Какова высота горы, если у подножья плюс 26 градусов, а на вершине минус 10? Нужно помнить, что при подъеме на каждый километр температура уменьшается на 6 градусов. Мы должны найти... Амплитуда будет 36. Мы 36 делим на 6. Где 6 это изменение температуры. И в итоге у нас получается 6 километров высота горы. Третья станция интеллектуальная. Нам с вами нужно будет вспомнить. Самый большой океан. Самое соленое море. Кто изучает вулканы. Прибор для определения атмосферного давления. Какие облака несут ливневые дожди и грозы. Давайте с вами проверим ваше знание. Самый большой океан это Тихий. Самое соленое море Красное. Кто изучает вулканы. Вулканологи. Прибор для определения атмосферного давления. Барометр. Какие облака несут ливневые дожди и грозы. Кучевые. Идем дальше. Как называется углубление на вершине вулкана. Какой океан омывает три материка. Кто создатель первого глобуса. Какие самые высокие в мире горы. Какая самая большая географическая широта. Давайте проверим. Углубление на вершине вулкана называется кратер. Какой океан омывает три материка. Это Южный. Создатель первого глобуса. Бехайм. Самые высокие в мире горы. Гималайи. Самая большая географическая широта. 90 градусов. Продолжаем. Продолжаем. Воздух. Тропосфера. Породы, которые пропускают воду. Водопроницаемые. Вытянутые впадины на дне океана. Желоба. Кто совершил первое кругосветное плавание? Конечно, Магеллан. Продолжаем наше путешествие. Как называется условная линия, соединяющая полюса. Самый маленький океан. Специалисты, показывающие погоду. Скопление пресного льда на суше. Самый высокий водопад в России. Проверяем. Условная линия, соединяющая полюса. Меридиан. Самый маленький океан. Северный ледовитый. Специалисты, предсказывающие погоду. Метеорологи. Скопление пресного льда на суше. Ледник. Самый высокий водопад в России. Тальниковый. Он находится на Таймыре. Высота его около 700 метров. Давайте вспомним. При какой температуре замерзает океаническая вода. Как называется волна разрушительной силы, возникающая в результате подводного землетрясения. Природное углубление на суше, заполненное водой. И какой материк омывают все океаны. Так при какой же температуре замерзает океаническая вода? Конечно, минус 4 градуса. А разрушительная волна называется цунами. Природное углубление на суше, заполненное водой, это озеро. А материк, который омывают все океаны, это Евразия. Как называется полуостров на севере России, говорящий о своем росте? Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки на земле. Разлив реки в весенний период после таяния снега. Полуостров на севере России, Ямал. Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки географическая широта. А разлив реки в весенний период – это половодие. Идем дальше. Самая протяженная река на земле. Проверяем. Самый большой остров на земле. Нил. Самый большой остров – Гренландия. Многолетний режим погоды в той или иной местности – климат. Горы в Евразии, естественные границы между Европой и Азией – это Уральские горы. Самый большой полуостров на земле. Высочайшая горная вершина земли. Самое глубокое озеро на земле. Залив и новогодние огни имеют одно название – прибор для определения сторон горизонта. Проверим. Самый большой полуостров на земле – Аравийский. Высочайшая горная вершина – Джамалунгма или Эверест. Самое глубокое озеро на земле – Байкал. Залив и новогодние огни – Бенгальский залив. Прибор для определения сторон горизонта – Компас. Пролив между Огненной землей и Южной Америкой. Интернациональная река Европы, протекающая через девять европейских государств. Полуостров и государства, расположенные на нем, имеют один корень в названии. Пролив между Огненной землей и Южной Америкой – это Магелланов пролив. Интернациональная река Европы – Дунай. Полуостров и государства, которые имеют один корень – Индостан. Мы подошли к следующей станции – Логическая. Нужно отгадать загадки. Он ведет из моря в море. Он не широк всего верста. И в нем, как в школьном коридоре, и шум, и звон, и теснота. Это пролив. Бежать, бежать, не добежать, лететь, лететь, не долететь. Что же это может быть? Конечно, горизонт. День и ночь кричит, а голос не устает. Подумайте. Конечно, это водопад. Ни море, ни земля. Корабли не плавают, а ходить нельзя. Что это за место? Это болото. Чуть дрожит на ветерке. Лента на просторе. Узкий кончик в роднике, а широкий в море. Конечно, это река. В тихую погоду нет нас нигде. А ветер подует, бежим по воде. Это волны. Я березку качну. Я тебя подтолкну. Налечу, засвищу, даже шапку утащу. А меня не видать. Кто я? Можешь угадать? Конечно, ветер. Надо мною, над тобою, пролетел мешок с водою. Наскочил на дальний лес, вылился там и исчез. Что такое? Конечно, это туча. Два брата родных. Одного всякий видит, да не слышит. Второго все слышат, да не видят. Гром и молния. Мы отправляемся в путешествие на следующую станцию. Для того, чтобы правильно пройти все задания, нужно вспомнить физическую карту мира. Давайте мы с вами посмотрим, что же у нас находится под цифрой 1. Это самая полноводная в мире века. Амазонка. Амазонка. Цифра 2. Это самый большой остров на земле. Конечно, это Гренландия. Цифра 3. Самое глубокое озеро мира. Байкал. Цифра 4. Самая большая равнина. Западносибирская. Цифра 5. Крупная река России. Носит женское имя. Конечно, это Лена. Цифра 6. Это полуостров. Камчатка. Цифра 7. Самый холодный материк. Антарктида. Цифра 8. Протяженные горы Северной Америки. Кордильеры. Цифра 9. Самая длинная река мира. Нил. Цифра 10. Это Средиземное море. Мы отправляемся с вами на следующую станцию. Творческая. Нужно составить кроссворд из 5-10 слов. По любой из изученных тем. Количество очков зависит от количества слов. На работу вам дается 5 минут. А мы отправляемся дальше. Станция экологическая. Почему в печати периодически появляются тревожные сигналы, подобные тем, которые прозвучали в стихотворении озера Вознесенского? И неужели мы будем в истории, эти Байкал загубили которые? Надо вывешивать бюллетень, как себя чувствует омуль, тюлень, чтобы заповедником стало озеро, чтобы его воду не целлюлозило, чтобы никто никогда не сказал «Мертвое море, священный Байкал». Подумайте, какие меры вы можете предложить по охране данного озера. А мы отправляемся дальше. Станция дизайнерская. Выберите предметы, которые имеют что-то общее. Конечно, это компас, линейка, геодезический прибор и план местности. И мы отправляемся к последней станции. Станция почта. Распределите понятия по темам ориентирования, тропосфера, архипелаг, жерло, залив, азимут, прилив, климат, очаг землетрясения, север, айсберг, кратер, исток, абсолютная высота, атмосферное давление, магма, бриз, тропик. Подумайте хорошо, в какие темы их можно сгруппировать. Ребята, у вас должны получиться следующие группы. Ориентирование на местности, климат, рельеф, подземные воды, реки и озера. Наш урок подходит к концу. Давайте посчитаем, сколько вы заработали баллов и как себя оценили. Не забудьте про станцию экологическую и про свой кроссворд. Желаю вам удачи!